Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас, чтобы порассуждать, есть ли рациональное зерно в политике коллективного Запада относительно Украины и какова его связь с украинским зерном, натуральным. В начале июня Украина обвинила Турцию в покупке зерна, якобы украденного у нее Россией. Сообщившее эту весть агентство Reuters не смогло провести проверку обвинений украинской стороны. Не подтвердили факт кражи зерна и эксперты ООН, но разве это кого-то интересовало? Тему немедленно подхватили экстремистские телеграм-каналы и пошло-поехало. При этом обвинители упорно не замечают, что еще до начала активных военных действий из Украины был вывезен и отнюдь не России рекордный объем зерна. По данным портов Украины, с 11 по 14 февраля, за 10 дней до начала спецоперации, отгрузка зерна из морских терминалов составила рекордные 867 тысяч тонн. Дальше больше. В начале июля выяснилось, что к хищению украинского зерна может быть причастна компания Mangelbert Oyu, исходящая в ЕС Эстонии. Балтийские медиа сообщили, что контракт на продажу зерна был подписан между этой компанией и Турцией. При этом эстонская фирма заверила партнеров законности сделки. Кстати, о забавных эстонских аферах с зерном я писал в белорусской печати еще 18 лет назад. Тогда, в марте 2004-го, Эстония сотрясла сенсация. Из крупнейшего зернохранилища под городком Раквере пропала треть стратегического запаса зерна всей страны. Оказалось, за крома родины ушлые коммерсанты сплавили на спиртовые и пивные заводы, а зияющую пустоту элеваторов замаскировали фальшивым дном, промежуточным перекрытием, слегка присыпанным зерном. А ведь украинцам даже по опыту собственной истории давно пора было бы усвоить. Стоящая за права и свободы человека страны и организации обычно ворюги еще те. Ну что я вам бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята как один стоят за свободную личность. Значит, будут крадет. Ныне в ООН прогнозируют, что в Украине 90% людей окажутся за чертой бедности, если нынешняя ситуация затянется. На деле все хуже. К бедности можно смело добавить угрозу голода. Во всей стране из-за разворованного госрезерва. А ведь белорусский президент не раз предлагал цивилизованный путь решения этого вопроса. Мы с Путиным договорились. Это было мое предложение. Слушай, что мы это слушаем и оправдываемся. Давай им назовем маршруты. Вы помните, и он недавно в интервью, если вы отследили, говорил и о белорусском направлении и прочее. Мы жестко договорились. Пожалуйста. Единственное, я ему сказал, слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове. И это, я говорю, предложи. Мы же сегодня предложили. Уже семь направлений экспорта зерна. Вывозите. Прошло больше месяца, никто ничего не везет. Однако Украина очередной жест доброй воли с нашей стороны вновь игнорирует. Более того, на днях она начала минировать границу с Белоруссией. Впрочем, главную мину, продовольственную, Украина под себя давно подложила. И продолжает на ней ступленно танцевать, лишая своих граждан иррационального зерна и хлеба насущения.